Вопросы реорганизации образовательных учреждений, предоставления субсидий предпринимателям и изменения в программу «Школьный вертолет» – эти и многие другие вопросы рассмотрели депутаты окружного собрания на заседании комитета в преддверии сессии. Самый большой блок в повестке дня комитета посвящен вопросам образования. Один из самых безболезненных и не встретивших замечаний депутатов – вопрос предоставления региональной субсидии частным организациям Ненецкого округа, которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы для детей. Кроме принятия законопроектов и решений на предстоящей сессии 23 мая, законодатели заслушают доклад уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком округе и согласуют назначение аудита расчётной палаты Ненецкого округа. Сегодня, согласно федеральному законодательству, рассчитывать на бюджетные средства могут только общеобразовательные некоммерческие организации, которые не ставят своей целью получение прибыли. В Ненецком округе сектор образовательного волонтёрства не развит, но есть предприниматели, которые успешно занимаются дополнительным образованием детей на коммерческой основе. По инициативе главы региона такие организации смогут получить поддержку из бюджета региона. По мнению губернатора, нет разницы, кому давать субсидии на оказание образовательных услуг – государственному учреждению или частному предпринимателю. Главное, чтобы эта услуга была качественной. Это создаст конкуренцию, которая благотворно скажется на качестве государственных услуг во всех сферах. Самое главное условие для получения субсидии – частная организация должна иметь лицензию на ведение образовательной деятельности. После нанесения изменений закона в окружном бюджете и принятия проекта постановления на коммерческих организациях, в котором будет чётко определён порядок и условия получения данных. А насколько сложно лицензирование? Лицензирование несложно, то есть это несложный порядок. Здесь мы всесторонне помогаем в частности приниматься при получении лицензии. Хорошо, что мы, наверное, расширяем возможности, в том числе и в этой области. Сегодня в регионе только одна частная общеобразовательная организация имеет лицензию. Разработчики законопроекта надеются, что региональная субсидия способствует появлению новых частных проектов, которые возьмутся за реализацию образовательных услуг по приоритетным направлениям, таким как социально-педагогическое, научно-техническое, военно-патриотическое и туристко-краеведческое. По словам Лины Гущина, эти направления определены государственной политикой и не имеют должного охвата в Ненецком округе. Ещё один вопрос сферы образования – реорганизация ряда учебных учреждений. К школе номер два присоединят детский сад «Теремок». Аналогичные преобразования произойдут в Амдрме, Усть-Каре и Нижней Пёше. Одним целым станут детские сады «Ромашка» и «Родничок». Основная причина таких изменений – сложное положение, в которое попали образовательные учреждения из-за нормативно-подушевого финансирования. Согласно нормам, организации должны иметь определённую численность учеников и воспитанников. Сегодня вышеназванные учреждения не отвечают этим требованиям, поэтому есть риск неполучения должного финансирования из бюджета округа. «Присоединение и объединение – это самый безболезненный и разумный выход из сложившейся ситуации», – говорят специалисты. «Главная задача – сохранить образовательный процесс в должном виде», – отметил и депутат собрания Александр Лутовинов. «Самое главное, чтобы процесс обучения был комплексным, как вы говорите, и чтобы он последовательно реализовывался на самом высоком уровне. Если вы создадите условия или вот это объединение создастся условия для реализации этой задачи, заявленной вами, то тогда мы будем считать, что мы правильно сегодня будем принимать решение. Вот это самое главное. А потом, конечно, я полагаю так, что сейчас практика в ближайшем покажет, мы будем ходить в школу, и поверьте, у нас обратная связь обязательно будет». Надо отметить, что инициатива реорганизации принадлежит самим руководителям образовательных учреждений. С их стороны это осознанный шаг. Несмотря на то, что преобразования повлекут за собой сокращение административно-управленческих аппаратов, а кое-где и ставок вспомогательного персонала. По словам Лины Гущина, экономия средств произойдёт и за счёт объединения в одно юридическое лицо. Количество договоров на обслуживание зданий сократится. Сэкономленные средства останутся внутри учреждений и будут направлены в 2018 году на организацию образовательного процесса и увеличение уровня оплаты труда педагогических работников. Также на сессии депутаты заслушают докладу полномоченного по правам ребёнка в НАО. Главным тезисом доклада Римма Галушиной станет предложение о внесении изменений в федеральные законодательные нормы с целью определения обязательности или необязательности проведения туберкулинодиагностики несовершеннолетним гражданам. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.